Это новости. В Уральске сегодня простились с 8-летним ребенком и его дедушкой, погибшими в страшном пожаре. Пострадавшей семье, которая осталась еще без вещей, денег и документов, помогают горожане. Собрали на похороны, передают одежду. Следователи тем временем выясняют, что же произошло на самом деле и могла ли печь стать причиной трагедии. Безутешные родители нашли в себе силы рассказать, что произошло в ту ночь. С ними встретилась Ирина Морозова. Кире 4 года. Она не отходит от отца. Очень соскучилась. Родители говорят о той страшной ночи. Девочка не говорит и ничего не спрашивает. Малышку успели спасти. Она надышалась гарью, но здоровью уже ничего не угрожает. От едкого дыма пострадали только глаза. Она два дня их не открывала. А вот старший брат и дедушка в ту ночь так и не проснулись. Задохнулись, потому что родственники ездили, когда измерять тело. Там ребенок, в принципе, целый только, щечка чуть-чуть. Дедушку тоже. Ну так, получается, от угара. Вообще, в считанные секунды, прям какие-то секунды все. Я вот хотела в дом забежать, не успела на меня пламя, я сама же отпрыгнула. Максиму скоро должно было исполниться девять. Мальчишка учился в третьем классе и радовал родителей первыми медалями по тэквондо. Их с дедушкой в кровати стояли рядом. Едкий дым так быстро окутал весь дом, что до них добраться никто не успел. Глава семейства, 43-летний Андрей Афонченко, говорит, что до последней секунды надеялся найти своих отца и сына, но внутри горящего дома сам потерял сознание. Вспых вот этот пошел. Я когда побежал, перекрыл домой забегать. Оттуда еще больше, прям волна такая вышла. И вот, а что там, как дальше, я уже так смутно помню, что вот дочка, дочка. Я окно разбил, потом полез за сыном, и я уже ничего не помню. Что стало причиной пожара, пока выясняют специалисты. Одна из версий нарушения правил при обустройстве печи. Пострадавшая семья снимала этот дом около полугода. Говорят, всегда этой печки побаивалась. Но что дойдет до трагедии, конечно, не ожидали. В доме был и газовый баллон, но его из пожара вынесли целым. Хлопок, уверяют пострадавшие, произошел именно в печке. Поэтому и загорелось все моментально. Не смогли помочь даже соседи. Здесь все горело, туда внутрь не зайдешь, дым кругом был. Потом приехали уже пожарные, все. Резко, да, мы не успели ничего не среагировать, ничего. Быстро все. Жить семья пока перебралась к родственникам. Друзья и коллеги помогли с похоронами. Выскочившим в чем было из горящего дома людям понемногу помогают уральцы. Передают вещи первой необходимости. Сейчас погорельцы, оставшиеся без вещей, денег и документов, нуждаются буквально во всем. Ирина Морозова, Андрей Семьбирев, КТК, Уральск.